Ну, в общем, мы сегодня и завтра здесь собрались для того, чтобы обсуждать не только мелкоклеточный и не мелкоклеточный рак лёгкого, а вообще в целом умунотерапию солидных опухолей. И передо мной стояла задача осветить биомаркеры вообще в целом эффективности иммунотерапии без относительно какой-то локализации или гистологического типа. И, в общем, я постаралась на этот вопрос по мере возможности ответить. Вы уже неоднократно видели эти картинки и сегодня, я думаю, что и прежде. Но я бы хотела несколько сместить акценты с вот этих многочисленных путей взаимодействия между клетками на те клетки, которые взаимодействуют. То есть у нас есть опухолевая клетка, которая так или иначе взаимодействует с клетками иммунной системы. Это в первую очередь Т-лимфоциты, а также дендритные клетки и другие антигенпрезентирующие клетки. Они составляют опухолевое микроокружение. Это, собственно, то, что определяет реакцию иммунитета на опухоль и взаимодействие опухолевой клетки с этими клетками позволяет ей избегать иммунного ответа при наличии определенных у нее свойств. Очень много механизмов уже известно на сегодняшний день, но если вы обратите внимание, то до сих пор остается масса вопросов относительно того, каким образом они реализуются. Поэтому, понятное дело, что мы находимся только в начале пути, скорее всего. Уже много докладчиков говорили передо мной о том, что иммунотерапия эффективна, поэтому у меня нет необходимости это доказывать. И здесь я хотела продемонстрировать то, с чего, на мой взгляд, следует начать, прежде чем мы перейдем все-таки к ПДЛ-1 тестированию. Это опухолиинфильтрирующие лимфоциты, то, что лежит на поверхности. То есть наличие инфильтрации в опухоли, лимфоидной инфильтрации, является фактором прогноза, является предиктивным фактором. Для очень многих солидных опухолей это является фактором благоприятного прогноза. Таким образом, это является механизмом или субстратом для реализации иммунотерапии. Для реализации эффектов иммунотерапии, опять же, тоже очень много работ, которые говорят о том, что при различных опухолях иммунотерапия, ее эффекты ассоциированы с наличием опухолевой инфильтрации и ее составом. С чем сталкивается патолог? Мы тут с вами собрались, чтобы говорить о практических моментах. И я постараюсь показать вам или хотя бы приоткрыть завесу того, с чем сталкивается человек по другую сторону. Человек, которого вы просите определить какой-то нужный вам для назначения терапии маркер. Вы просите определить опухолеинфильтрирующие лимфоциты. Вот те клетки, которые в соре крупнее, это опухолевые клетки. А вот эти мелкие совсем клеточки, это лимфоциты. Как вы видите, есть лимфоциты, которые массивно инфильтрируют строму опухоли, которые не контактируют с опухолевыми клетками. И в то же время есть лимфоциты, которые очень тесно расположены прямо в паренхеме, вот в этих опухолевых кластерах, которые контактируют с опухолевыми клетками. Это разные лимфоциты. Есть множество работ, которые доказывают о том, что степень выраженности инфильтрации в разных отделах, в разных элементах опухоли имеет неоднозначное значение, как прогностическое, так и предиктивное. То есть что мы можем сделать? Мы можем подразделить вот эту массу, то, что мы называем тилс, или опухолеинфильтрирующие лимфоциты, на несколько категорий. Это по локализации, настромальные и внутриопухолевые собственные лимфоциты, а также на их биологические подтипы. Уже Светлана Анатольевна об этом упоминала, о том, что в зависимости от того, какой тип клеток преобладает, это может иметь благоприятный прогноз или может свидетельствовать о менее благоприятном течении опухоли. Это тоже можно выявить, и патолог может это выявить. Мы можем посчитать, мы можем сказать, сколько этих клеток. Но здесь мы сталкиваемся с очень множеством проблем. Я вообще буду много говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, потому что степень субъективизма в данной ситуации очень высока, из-за того, что нам очень тяжело определить пороговые значения. Что считать отсутствием лимфоцитов? Очень редко бывают ситуации, когда нет ни одного лимфоцита в опухоли. Считать ли это отсутствием инфильтрации? Понятное дело, что когда мы видим вот такую вот картинку, мы можем сказать, что инфильтрация выраженная. Каждый может это сказать. Не правда ли? Это, в общем, очевидно кажется. С другой стороны, когда мы имеем менее выраженную инфильтрацию, как ее категоризировать? Какое это имеет значение? Очень много вопросов здесь. Все пропало. Можно вернуться. Поэтому здесь есть над чем работать. Это очень скрупулезная работа. Но, тем не менее, это то, что может дать информацию, и в том числе информацию дать в реальной жизни. На сегодняшний день значение имеет действительно, как правило, мы оцениваем долю CD3 лимфоцитов, то есть Т-клеток среди инфильтрата. В большей степени мы должны, в соответствии с умеющимися литературными данными, обращать внимание на CD8-позитивные клетки, на Т-регуляторные клетки, потому что они определяют эффекторные моменты иммунной системы. Но, кроме того, вот это понятие об опухолеинфильтирующих лимфоцитах не включает в себя исключительно лимфоциты. Включает в себя все опухолевое микроокружение, включая макрофаги, включая лейкоциты, эзенофильные лейкоциты, потому что, скажем, при опухолях толстой кишки доля эзенофильной инфильтрации имеет большее значение прогностическое, чем инфильтрация чистой лимфоидной и соотношение различных типов лимфоцитов. Ну, и вы видите, лимфоидные клетки тоже могут экспрессировать не только PD-1, но и PD-L1, и это также может определять эффективность иммунотерапии и прогноз. Вот одна из работ, которая, в общем, показала, что именно то, какая субпопуляция в опухолеинфильтрирующих клетках преобладает, определяет эффективность терапии. Ну, и теперь мы плавно перейдем, собственно, к PD-L1-тестированию. На самом деле для патолога это большая проблема в мире на сегодняшний день, потому что как развивалась вообще вся история с ингибиторами чекпоинта. Был придуман один препарат, к одному препарату был придуман один тест, этот тест был одобрен, валидизирован, потом параллельно был придуман с небольшим промежутком времени другой препарат, к нему был придуман свой тест, этот тест был одобрен. И оказалось, что на сегодняшний день мы имеем вот такую вот ситуацию, то есть это вот часть препаратов, которые в мире существуют, часть из них одобрены FDA, часть из них находятся на этапе одобрения, и к каждому из этих препаратов есть своя тест-система. В чем проблема? Что если вот мы возьмем пембролизумаб, это препарат, которому на сегодняшний день единственный есть тест, одобренный FDA в качестве показания к назначению терапии. То есть при наличии высокой экспрессии PD-L1, больше 50% по данным вот этого вот теста вы имеете право назначить человеку пембролизумаб. В остальных случаях есть тест-системы, но они одобрены в качестве сопроводительной диагностики. Они не являются показанием, безусловным для назначения терапии. В чем проблема? Это не только разные клоны. Что такое клоны? Я вот в двух словах буквально напомню, как устроено иммуногистохимическое исследование. Мы будем говорить в основном об иммуногистохимии. Сейчас это рутина, это то, что просто и быстро сделать. У нас есть антиген, в данной ситуации это PD-L1. И у нас есть антитело первичное, которое с этим антигеном связывается. Вот у нас есть четыре клона этого антитела. В чем разница? Потому что каждое антитело имеет афинность к разным участкам антигена, который мы хотим найти. То есть они отличаются друг от друга, они не одинаковые по своей природе. Далее за первичным антителом у нас есть так называемая Т-система. Т-система – это система, которая выявляет уже первичное антитело, которое может быть, грубо говоря, кролище или мышиное, в ткани, которую мы исследуем. Ее задача – амплифицировать сигнал, сделать его видимым. И вот для каждого из этих антител FDA одобрила свою тест-систему. То есть, грубо говоря, у меня в лаборатории 200 антител первичных и две тест-системы. Вот так вот, в рутине. А теперь, чтобы осуществлять PD-L1-тестирование, мне нужно для каждого препарата иметь свое антитело, для каждого антитела иметь свою тест-систему. Четыре тест-системы для одного антигена. Но это тоже не вся проблема. Проблема вся заключается в том, что каждое антитело и каждая тест-система одобрена под определенную платформу. Это значит, что FDA одобряет первичное антитело, тест-систему и стейнер, в котором я должна это покрасить. Даже за рубежом, даже в Америке, очень мало лабораторий, которые обладают всеми приборами и всеми тест-системами, чтобы осуществлять тестирование в том виде, в котором оно фактически узаконено FDA. К чему это? Ну, это тоже еще, кстати, не вся проблема. Вся проблема заключается в том, что у каждого антитела есть своя система оценки, свое пороговое значение, что считать положительным и что считать интенсивно положительным. И более того, каждая система оценки специфична для локализации. То есть если мы, скажем, возьмем тот же пембролизумаб для рака легкого, то у нас будет порог 1% и 50%. Если мы возьмем его для мочевого пузыря, то там будут другие пороги. Порог может быть 1%, 10%, 25%, 30%, 50% для разных локализаций, для разных антител, для разных платформ, разных тест-систем. Понятное дело, что в таких условиях, в общем, существовать сложно и практически невозможно. Поэтому мы пришли к тому, что сейчас мы находимся в эре гармонизационных исследований. По всему миру проводятся исследования, которые направлены на то, чтобы сравнить вот эти различные тест-системы, адаптировать системы оценки, чтобы мы могли на одном антителе, на одной системе, на одном платформе, которая есть в нашей лаборатории, определять показания, круг показаний для всех препаратов, которые сейчас есть в вашем арсенале. Есть разные дизайны этих гармонизационных исследований. Вот это дизайн-блюпринт исследования для рака легкого. На раке легкого он был основан. Здесь просто взяли несколько образцов и сравнили результаты четырех антител. Три независимых патолога, две платформы, четыре антитела, независимое сравнение. Вот другое исследование, которое основано на том, что в качестве эталона была выбрана клеточная линия с заведомо известной экспрессией PD-L1. И кроме того, еще количественно они определяли иммунофлюориценцию и иммунохромотофинные методы. То есть они использовали такой эталон для сравнения, определения гармоничности этих исследований. Вот одно из исследований, его результаты по оценке опухолевых клеток. Видите, в целом три из четырех антител показывают довольно сопоставимые результаты по количеству покрашенных опухолевых клеток. Есть у нас еще одна проблема, кстати. То есть система оценки для одного антитела предусматривает подсчет только количества покрашенных опухолевых клеток. Система оценки для отезолизумаба, например, предусматривает подсчет позитивных опухолевых клеток и позитивных иммунных клеток. В общем, тут черт ногу сломит. Как бы прямо скажем, потому что можно посадить отдельно одного человека, который будет в лаборатории заниматься только PD-Л1-тестированием, который будет разбираться под какой препарат он это делает, какая локализация, какие у него пороговые значения, он должен посчитать только опухоль или иммунные клетки тоже. В общем, ситуация довольно патовая. И при этом уже неоднократно здесь поднимался вопрос о том, что PD-Л1-тестирование вообще как метод выявления показаний к иммунотерапии имеет существеннейшие ограничения, очень большие. То есть сейчас я вам показала весь спектр технологических ограничений, количественных ограничений. То есть эта сложность, помимо большинства диагностических систем, антител, критериев, точек отсчета, мы должны посчитать количество позитивных опухолевых клеток. Минимальное количество, начиная от 1%. Если речь идет о большом образце, то это технически сложно, это занимает много времени у врача. Кроме того, мы должны посчитать количество иммунных клеток в части случаев. Что это значит? Это значит, что, я вам покажу потом картинки, мы должны на только окрашенном гемотоксилинном срезе отличить опухолевую клетку от иммунной без дополнительной окраски цитоплазмы. Это технически сложно, для этого должен этим заниматься опытный врач, и он должен потратить, опять же, на это большое количество времени. Более того, в ряде систем оценки мы должны, как при HR2-тестировании, вообще PD-L1-тестирование часто с HR2-тестированием связывают, сравнивают. В части систем оценки мы должны оценить интенсивность реакции. Здесь тоже очень много проблем, опять же, в первую очередь, технических. Потому что у нас должен быть контроль внешний, который говорит нам о том, что интенсивность реакции, которую мы видим, она достигает определенного порога. Но кроме того, есть существенные биологические ограничения. Это уже гетерогенность, о которой мы опять же говорили. То есть это гетерогенность внутриопухолевая, внутри конкретного узла, который мы исследуем. То есть если мы оцениваем биопсийный материал, то есть мы взяли только кусочек из всей опухолевой массы, это может не отражать PDL-статус всего узла, потому что только часть клеток может быть позитивна в пределах одной опухоли. И это динамический параметр. Это параметр и опухоли, инфильтрирующие лимфоциты, и экспрессия PDL1 – это параметры, которые заменяются во времени. То есть экспрессия, которую мы видим в первичной биопсии, может существенно отличаться от того, что будет в операционном материале. И то, что в операционном материале будет совершенно не таким, как в рецидиве. Как в первом рецидиве, как во втором рецидиве. И этот параметр разменяется под влиянием лечения, без влияния лечения, под влиянием различных внутренних механизмов, которые в организме существуют, его кондиции, вирусной инфекции. Мы не знаем на самом деле, от чего это зависит реально, как это работает. Но это то, что объясняет эффективность иммунотерапии пациентов, которые PDL1 негативны. И в части случаев объясняет, почему пациенты с высокой экспрессией PDL не реагируют на иммунотерапию. Вот пример. Это окраска гемотоксилина. Это иммуногистохимический препарат. К сожалению, на проекторе еще хуже видно, чем на слайде. Но тем не менее, зато вы можете оценить всю степень сложности этой работы. Вот среди вот этих синеньких кружочков мы должны отличить опухолевые клетки от иммунных, при том, что иммунные клетки могут быть в пределах опухолевых гнезд и контактировать с опухолью. Это очень сложная работа, очень субъективная работа. Очень субъективная, если речь идет о подсчете в таком виде. И видите, вот это один и тот же биоптат. Один биоптат. В одном биоптате вот только небольшая часть клеток позитивно. Они могли не попасть в этот биоптат, и тогда бы эта опухоль считалась бы ПДЛ-1 негативной вообще в принципе. А так здесь больше 1% позитивных клеток, то есть здесь есть слабая ПДЛ-1 экспрессия. Ну и буквально намеком о том, какие могут быть перспективы. Что еще отражает ответ опухоли на иммунотерапию? Уже сейчас есть данные о том, что это микросателитная нестабильность, которая характеризует нестабильность генома, накопление мутаций. И это может быть выявлено в том числе и на уровне патологоанатома, на уровне патоморфолога. Мы можем выявить потерю вот этих вот белков, которые являются продуктами генов, отвечающих за репарацию ДНК, в первую очередь за репарацию неспаренных нуклеотидов. И потеря их экспрессии свидетельствует о наличии пациента либо спорадической микросателитной нестабильности, либо наследственной, например, ассоциированной с синдромом Линча. И иммуногисхимический тест в данной ситуации может служить определенным прескриннингом для более углубленного молекулярно-генетического исследования. Но на самом деле наибольшие перспективы на сегодняшний день представляет из себя общая мутационная нагрузка. Это то, что по большому счету определяет иммуногенность опухоли, это то, к чему приводит нарушение в системе генов репарации ДНК и микросателитной нестабильности. Она приводит к тому, что накапливаются мутации в опухолевых клетках к повышению нестабильности генома, что в свою очередь приводит к повышению иммуногенности опухоли, повышает вероятность иммунного ответа на опухоль, повышает внутриопухолевую инфильтрацию лимфоцитами, и как во все это вписывается экспресси ПДЛ-1, на самом деле это большой вопрос, поэтому я думаю, что это тот метод, который действительно на сегодняшний день имеет существенное ограничение, и вряд ли он когда-нибудь будет таким же, как ХЕР-2. Но пока это то, что у нас есть. Спасибо. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Один вопрос чисто практический. Что же делать с практическим доктором? Делаем, не делаем, и где делаем исследования? Сейчас я вам отвечу на этот вопрос очень просто. На самом деле мы сейчас должны вернуться с вами в реальность, и в нашей стране на сегодняшний день ни одна тест-система и ни одно антителок ПДЛ-1 не имеет регистрационного удостоверения. В практической жизни мы не имеем с вами права диагностировать экспрессию ПДЛ-1. Все. Нет, нет, больше никакие. Хорошо. Вот это наши условия. Хорошо. Анна Сергеевна, но с другой стороны мы имеем рекомендации, у которых вот сейчас будет Сергей Владимирович тоже говорить, в которых прописано, что в первой линии, например, мы можем назначать пембролизумап при уровне ПДЛ-тестирования экспрессии более 50%. Как быть тогда? Работы какие-то проводятся, и не какие-то проводятся, мы имеем определенный опыт, и в 62-й больнице, и у нас в институте. Как быть все-таки практически? То, что есть у нас, это реактивы, которые у нас есть, они получены либо в рамках исследований, либо по каким-то научным проектам. То есть в клинической деятельности мы не имеем права их использовать законодательно. То есть если к нам придет проверка из Минздрава и скажет, что вы вот назначили, то я не имею права в клинической работе сделать пациенту этот тест. Это проблема, и на самом деле мне очень радостно, что меня сюда пригласили. У меня есть возможность поднять эту проблему в кругу людей, заинтересованных в этом. Потому что без вашей помощи ситуация не изменится. Насколько мне известно, уже в течение полутора лет МЕРК пытается зарегистрировать 22С3 в России. И пока это еще не увенчалось успехом. То есть если клиницисты не будут говорить о том, что вам нужен этот тест для назначения терапии, тем более, что он уже есть в рекомендациях, пока у меня нет разрешения его использовать. Мы планировали тест зарегистрировать гораздо раньше. К сожалению, наша система, вы знаете, регистрационная, она такая очень неповоротливая. И поэтому мы планировали зарегистрировать тест еще в конце прошлого года. Но, к сожалению, какие-то объективные препятствия существуют. Они откладывают и откладывают. Но я думаю, что до конца этого года, максимум в начале следующего года, этот тест будет. Спасибо. Ну вот, когда у нас будет зарегистрированный тест один, тогда мы сможем его использовать. В этом нам помогут гармонизационные протоколы, потому что, скажем, у нас в лаборатории нет даковской платформы. То есть мы не можем использовать вот этот протокол, эту тест-систему, одобренную FDA, в том объеме, в котором она одобрена. Нам придется ее адаптировать под ту платформу, которая у нас есть. И сейчас эти исследования проводятся, в том числе в России проводятся. И уже есть определенные результаты. И я думаю, что мы сможем тестировать. Да, я хочу сказать, что у нас проводится исследование КЛЕВЕР, которое проводится русско. И надеюсь, что, во всяком случае, на сайте я видела, что в конце сентября будут результаты. Уже есть предварительные данные. Уже есть предварительные данные. Это прекрасно. Кроме того, я хочу сказать, что у нас сейчас, у компании есть соглашение с ВИНТАНой. И, соответственно, исследование ПДЛ не только должно проводиться на платформе ДАКа, но и на платформе ВИНТАНа. Как вы видели, что это две основные платформы, ДАКа и ВИНТАНа, для всех антител. И если будут проведены гармонизационные исследования, тогда, я думаю, мы упростим это исследование. То есть это не одно антител, а один препарат. Это несколько антител и несколько препаратов. И, соответственно, не одна платформа, а несколько платформ. И надеюсь, что полученная регистрация, она, конечно, узаконит применение теста. Но мы, к сожалению, все равно останемся в тех условиях, когда у нас есть множество различных пороговых значений для разных опухолей. Мы пока не можем от этого уйти. Спасибо большое, Мария Александровна. Спасибо, Анна Сергеевна. Я думаю, что вопросов действительно очень много. У кого-то еще есть вопросы? Но у нас просто времени сейчас нет. Я думаю, что мы в дискуссиях еще продолжим. Это действительно вопрос очень-очень дискутабельный, потому что недискутабельный, он во многом еще нерешенный. У нас появились препараты, и назначение дорогостоящего лекарства, конечно, мы должны быть гарантированы, но ожидать ответ у пациентов с какой-то еще платформой обязательно. А платформа – это еще под большим вопросом выходит. Но, тем не менее, работы ведутся, и есть позитивные все-таки у нас результаты. Поэтому спасибо большое за дискуссию.